Сегодня в стране отмечается День воинской славы России. Это дата окончательного разгрома немецких войск под Сталинградом в 1943 году. Сражение стало крупнейшим в Великой Отечественной войне. Оно стало переломным моментом, после которого Германия окончательно утратила стратегическую инициативу. В этот день Музей боевой славы в столице Чувашии традиционно проводит уроки мужества для школьников. На этот раз гостями музея стали ребята из 19, 24 и 54 столичных школ. События военных лет и сохранившиеся до наших дней кадры военной хроники вызвали у молодых людей неподдельный интерес. Победа под Сталинградом это уникальное событие, которое дало возможность не только освободиться от фашизма в нашей стране, но и освободиться от фашизма другим странам мира. Только один подвиг на Мамаевом кургане 135 дней держал оборону, и оборону держали вот такие же солдаты, как наш отважный танкист Яковлев Алексей. Эта высота показала, что какое мужество, какой великий подвиг совершил наш народ. С начала войны Алексей Алексеевич Яковлев в составе 8-й танковой дивизии освобождал Львов, Киев, Харьков. С 12 июля по 19 ноября 1942 участвовал в боях за оборону Сталинграда. Запоминающийся для меня бой был в раме кирпичного завода. Это очень толстые стены, до двух метров почти. Вот немцы соорудили там неприступную крепость. На стенах вырубили щели огромные, чтобы по размеру, по высоте пушки танков, орудия вместились. И это, стрелять можно было бы. Вот, били, чтобы этот, так называемый, неприступный крепость немцев полторы сутки расстреляли. Это неприступная крепость. Мы освободили. Но, конечно, мы потеряли из наших батальонов пять танков. Алексей Яковлев, инвалид войны, награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалью за отвагу, двумя медалями за боевые заслуги. Не случайно он был приглашен в 2013 году на встречу с президентом Владимиром Путиным. Мы сегодня классом приехали в этот музей, чтобы познакомиться с великими отечественными ветеранами. Посмотрели разное оружие, униформы, как они одевались. Разговаривали с ветеранами Великой Отечественной войны. Они рассказывали, каких обстоятельств они жили, воевали. Примечательно, что экскурсии и мероприятия на военно-патриотическую тематику в Музее воинской славы проводятся постоянно. Да, для этого в истории нашей страны предостаточно. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика.